Тайминг должен быть во время танца. Это вот этот человек мне говорит, что надо поспать перед тренировкой. Настя, ты мне говоришь, что надо поспать перед тренировкой. Ты сама на ушах ходишь. Приехала такая скромная, знаешь, была здравствуйте. Там вельми понеже такая, ну, такая выдержанная. Вообще была такая, вообще что ли? Ну, такая скромная. Брось, смешайся так с тобой. Вот два моих семпайра тут, воспитываю. Американский и российский. Я даже в сонку не ухожу. Два сенсея. Америка, Россия. Так, ну, это золотая. Ну-ка на место положь. Положь на место. Золотая. Чистый золотой. Упал, то пропал. Упал, то пропал. Упал, то пропал. Упал, то пропал. Это моя. Наши подходят мне? Дарю. Вот, нечего дать такие вещи. У меня еще не муж и брат и близкие. Вот так вот. Все слышали? Это реликвия. Интересно, бред послушай. Подарки дают только мужья. Это где это написано? Какая фига лежит такая. Просто ангел. Книга самурая. Книга самурая. Книга пяти колец. Ооо. Кстати, на прошлом семинаре, перед семинаром открою книгу пяти колец. Книга самурая. Читаю, 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 читаю. Почитал. Пару глав положил. У нас есть семинар приезжает. И Шихан про книгу пяти колец рассказывает. Ничего себе. Да. Я прям удивился. Прям связь такая, я не знаю. А я один раз делал массаж, да? Давно уже. Одной девчонке. И там это, музыка играла японская. Такая, диск там здоровый, два диска. Я вот точно закончил, и музыка закончилась. Я обалдел. Она тоже, честно говоря. Вообще, ну может она была в шоке там, я не знаю. Или в коме там, я не знаю, после массажа. Я вообще удивился. Вот мистика, знаешь, все-таки есть это. А получилось, вы почитали, да? А я потом начал это рассказывать, да? И вот получается, то ли вы меня на разговор вывели, то ли я смоделировал ситуацию, правильно? Да. И так, вах, вы все рассказываете. И я вот только вчера это все читал. Ничего себе. Интересно. Интересно все. Это такая вещь крутая. До этого еще какое-то тоже было. Что-то. На пробежке я бегал и думал, вот прийти бы и на тренировки. Было бы это. Прихожу, и вы точно даете эту технику на тренировки. Ничего себе. Ничего себе. Там вообще так классно было, хорошее настроение. Вот Иринастя, обязательно надо на место силы съездить. А то она не получалась, то и вчера получилось там. Приехали, она сразу почувствовала, это ее место. Она вот реально там, ее там дух уже есть. Погода классная. Погода была хорошая. Я уже такая поживная. А, да, это реально у нас. Ну, женщины такие же. Ты там что-нибудь оставил? Нет. Сережки? Какие-нибудь кольца? Визинки. 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 Оставил высоту. А знаешь, что это строил? Это Радик строил. А, Радик, конечно, не знает, что у нас мужик занимается. Мы прооперировали, он сегодня приезжал. Такой классный, как я, возрастом, да. Он сына привел и сам, а я говорю, оставайся. Он сегодня приезжал. Это что, кровь? Да, это мой отпечаток кровью. Я поставил кровью. Понимаешь, мы с тобой говорили, это все серьезно. Как ты говорил, что вы в детстве так братались. А я поставил на эту тему кровавый свой след. И следу этому и не нарушаю. И печать вам кровавая дальше. Да, это мой кровавый след, да. А вот Аня мне подписала моя, да, вот моя печать. А вот Анька мне хайку написала. Да, хэму, хэму она написала. Дерево ставни цитры, и дерево не старшие цитры. Которому грустнее слышать шум моря. Вот тебе и… Это же называется… Как называется? Есть хайку, хайку они называют… А там хэмон написано. Да, да, да. Это как бы такое… У них они складывают, да? У меня друг поэт, он это… Сохов всегда был безден, и поэтому стал нищим, страствующим монахом. В пути он изучал дзен и практиковал медитацию. О, Боже, медитация. Он зарабатывал на пропитании и на книге, переписывая тексты и собирая милости. Это я люблю. Попрошенничество? Незаконно. 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 Я помню, когда я была подростком, рок-н-роллом, я сходила на баллы у всех. Мы называли это «Аскать», потому что «Аскать» спрашивает. И деньги на пиво себе… Там до сих пор твои друзья ходят. Я знаю, там гитаристы ребята сидят. Глины по 50 рублей давали еще, поскольку… Это в каком году было? Я уже был на пицце умереть. В каком году было? Это было очень много лет назад. Ну, сколько очень много лет? У меня были армейские реальные штаны, камуфляжные. Ниджи пояс. 2006? Майки короткая. Нет, ну что, 2000… Кривите, наверное, 2000… Даже 2001? 2001? 2000-й. Это… Путин в классе пришел. Нет, нет, его еще там не было. Путин в классе 2001 пришел. Ну, 50 рублей в эти годы это было вообще… Не, на неделю давали 50 рублей. Это пропитание в школу. Тоже точно можно нажраться. 50 рублей, наверное, рублей. Ну, что вы снимаете? Шахан. Как-то пяточки чешутся. Чешутся, чешутся. Даже не забывайте меня. Самый интересный момент. Рахмейл с днем. Именно к этому периоду относятся случаи, о котором говорится в преданиях о Токуане. Постирав свою единственную мантию, он должен был забереться в доме и ждать, пока она высохнет. Прямо как я. Да ладно тебе. К этому времени Сохо, о, Сохо – мой любимый район в Нью-Йорке. Уже хорошо знали Киото. Ой, я как раз хочу печь в Киото и купить себе туфли гейши. Ну, эти сабы. Лабутен. Лабутен. И несколько раз предлагали ему стать настоятелем одного из храмов. Мне тоже предлагают стать настоятелем одного из храмов. На Карбышево 12-я. Но всякий раз он отказывался, чувствуя, что еще не постиг всю тайну дзин. Это про меня. Еще не постиг всю тайну дзин. Она еще вчера не думала, что все-таки откровение будет. Асоха – это я. Нью-Йорк ставил. Асоха знал, что может пройти последний стадь обучения с помощью Кокэ Дзэнди, который жил в уединении на территории храма Нэнцюдзи в Госаке. Кокэ Дзэнди и Сюн Оку в Кокуси обучались у одного мастера в храме Тэйто Кудзи. И Кокэ тогда отличался тем, что очень настойчиво стремился к рассудлению. Это наемный год. Когда его начинали одолевать сомнения, он занимался Дзэнди – стячей импитацией, без сна и без еды. Вот что мне нужно. Кстати, у меня очень много людей встретились за эти последние два года, которые меня настаивают на том, чтобы я стала заниматься импитацией. А я немного, когда я покружаюсь, у меня начинается просто разрыть мозга. Я могу успокоиться. Кошка, да? В эти дни он изобрел для себя специальное приспособление из веревок, которое гудило его всякий раз, когда он просыпался во время медитации. Гудило, когда он просыпался во время медитации. Конечно. Возможно, Соха выбрал его своим новым учителем именно за эту настойчивость. Что за веревки? Может, тоже такое сделать? Соха. Однако, всякий раз, когда Соха приходил к Восоку, чтобы повидать в Кокке дзенди, кот отворачивался и не желая с ним разговаривать. Из полной решимости стать учеником Кокке в Сохо искал возможности поселиться где-нибудь поблизости. Соха. Соха.